Я попрошу всех встать. Псалом 112. Хвалите рабы Господни, Хвалите имя Господне. Да будет имя Господне, Благословен отныне и вовек. От восхода солнца до запада Да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, Над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, Который, обитая на высоте, Преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, Из праха поднимает бедного, Из брений возвышает нищего, Чтобы посадить Его князьями, С князьями народа сиего. Неплодно усиляет дом матерью, Радующийся о детях. Аллилуйя. Мы помолимся. Любящий нас Создатель. Мы благодарны Тебе за все милости и благословения. Мы благодарны, Господь, за этот учебный год, который прошел. Господь, мы проноимся Тебе за всю славу. Мы благодарны, Господь, за детей наших, Которые учились, Которые, Господь, сегодня и Выпускаются из школы, Господь. Мы просим благословения. Благослови, Господь, всех, складенных перед Тобой церковь. Благослови всех учителей, которые занимались детками, Господь. Даруй благословение каждому. Мы просим милости и благословения. Господь, благослови, чтобы имя Твое прославлялось на этом месте. Чтобы, когда мы, Господь, может быть, уйдем с этой земли, Чтобы дети наши были, Господь, заменой нашей. Мы благодарны Тебе за то, что они все знают Слово Твое, знают имя Твое. Господь, даруй, чтобы они никогда не отходили от Тебя, Но всегда, Господь, прославляйте Твое имя. Да будет имя Твое благословенно. Благослови народ Твой. Благослови все нужды, которые сегодня были заявлены, Господь. Ты знаешь все переживания. Мы просим все это во имя Твое. Аминь. Мы будем петь все вместе 11.24. Дни прошли и снова собрались друзья. Дни прошли и снова собрались друзья. Снова добрый Слово, Мамы и Тебя. Парк, дни пройдут, как легкий день, Все пройдет и горе, радость, и стесни. И тогда вернется снова Христа, С земли соберется, уно Христа. И тогда не будем плоды считать, И не будешь страдать. И тогда вернется снова листок, С темы соберемся у ног листок, И никогда не будем годы считать, И не будем страдать. Сколько дней ты будешь радости иметь, Сколько дней ты будешь горести скорбеть, Мы не знаем только пути за крестом, Мы всегда, всегда борись со злой, И тогда вернется снова листок, С темы соберемся у ног листок, И никогда не будем годы считать, И не будем страдать. И когда вернется снова листок, С темы соберемся у ног листок, И никогда не будем годы считать, И не будем страдать. С темы соберемся у ног листок, И не будем страдать. И когда вернется снова листок, С темы соберемся у ног листок, И никогда не будем годы считать, И не будем страдать. С темы соберемся у ног листок, И не будем страдать. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 И еще одна старая песня, но с новыми словами, и это пожелание для наших выпускников. И вот помчался еще год, такой же, как и день, только последний старый дом, и в детской школе. Здесь моток, и здесь кресток, теперь его люблю, и в детской школе, когда его люблю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Папа-Имам! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы встретились с вами, был первый урок Листвы разноцветия, сентябрьский денёк Глазёнки блестели, вверх руки тянулись Я вам, а вы мне в первый раз улыбнулись Мы были дружны, вы прилично учились И в классных, и в школьных делах отличились Бывало, боялись, но больше смеялись Стремлением к заветной мечте вдохновлялись Как миг пролетели все школьные годы Остались победы, исчезли невзгоды Уже не вернуть нам все те дни былые Какими же стали вы мне дорогими Я вас вспоминала, когда в тишине пред Богом Склоняла колени в боли Ведь я к вам пришла Были вы малышами Ещё без причесок С вихрами, бантами Сидели на маленьких стульчиках рядом Карина, Ребекка, Максим, Инна, Марик Как будто вчера были вы малышами Но время прошло И вы взрослыми стали И вот класс последний Финальный урок Нас всех разлучает прощальный звонок Открылась дорога из школы прямая По ней идти с Богом я вам пожелаю На крыльях мечты вы уноситесь вдаль Назад не вернуться, как ни было б жаль Со школой расстанетесь вы навсегда Но я всё же жду Заходите сюда Тётя Наташа, а что вы будете делать, когда мы уйдём со школы? Такой вопрос задали мне ученики На которые я не была готова ответить им тогда Я не могу поверить, что пришёл этот час, когда я должна их отпустить Ведь для меня они по-прежнему остаются теми малышами К которым я пришла тогда в 2005 году Только тогда мы были незнакомы друг другу А сейчас они для меня Как вы родные дети Время, к сожалению, быстротечно Год за годом пролетело десять лет Детство отошло от вас навечно В памяти оставив добрый след Да, повесть о детстве подходит к развязке Дописаны главы, досмотрены сны Уже не надеясь на чьи-то подсказки Вы сами решать все задачи должны Не каждая тропка окажется гладкой Не все испытания будут легки Ведь жизнь перед вами лежит, как тетрадка В которой пока нет ещё ни строки Но я верю, что каждый из вас в жизни Сделает правильный выбор Ведь находясь с вами всё это время Я могла увидеть и у вас Будущих проповедников, будущих учителей Например, Карина в нашем классе Она всегда была лидером Часто задерживаясь после перерыва После учительской молитвы Я заходила в класс И видела Карину на своём месте На моём месте, на месте учителя А дети все послушно сидят с открытыми тетрадками И она что-то пытается им уже объяснять русский язык У нас после перерыва русский язык всегда был И они всегда её слушались Её голова всегда полна идей В свободное время, если у нас оставалось в свободное время Она всегда находила, чем занять детей Она очень внимательна к нуждам других На уроках русского языка Карина всегда справлялась первая с заданием И успевала ещё мне помогать с другими учениками Ребекка всегда была послушной ученицей Но очень стеснительная Как говорится, кроткого и молчаливого духа Но она безотказная и очень открытая Она всегда готова помочь В любое время Это у нас был завхоз Я знала, что в нашем классе всегда будет порядок Если там есть Ребекка Я могла положиться на неё И если я дала ей задание То на 100% уверена, что она выполнит его Именно так, как ей сказано Когда в нашем классе появился Богдан То он принёс с собой много тепла и доброты Немного пообщавшись с этим учеником Я поняла, что это очень отзывчивый Очень сочувствующий ученик И хотя нам это покажется смешным Но даже иногда случайно сломав карандаш Он просил у него прощения Девчата сначала с него смеялись А потом не замечали и сами Когда ломается крейнс Они говорят, ой, сори Богдан всегда просил молиться первым Обычно после библейского урока Мы заканчивали урок молитвой И он всегда говорил Можно я буду молиться первым? Но иногда так случалось Что у нас не хватало времени Для молитвы после библейского урока И мы переносили молитву на конец дня И когда заканчивался у нас русский язык Или музыка была последняя Он всегда говорил Че-то Анташа Мы должны не забыть помолиться Он всегда напоминал нам То есть это у нас молитвенник наш Все трое моих учеников Они очень любят маленьких деток И они с радостью Когда Луиза предложила нам это служение Они с радостью шли к малышам Читали им Играли с ними Девочки имеют желание И дальше трудиться в библейской школе Я верю, что это будут Нужные, хорошие помощники Им можно доверить детей За эти годы мы очень привыкли к друг другу На наших уроках у нас часто были откровенные разговоры Они доверяли мне свои секреты И мне было это очень приятно В наших общих молитвах Со слезами у нас звучали молитвы покаяния Благодарности Богу За Его любовь За Его заботу о нас Спасибо вам, мои дорогие Что вы были со мной С вами и я многому училась Вы мой первый опыт Теперь я всегда буду рассказывать Другим ученикам Приводя вас в пример Ведь вы у меня самые лучшие И готовясь теперь к урокам Для следующих детей Я все равно буду представлять Буду рассказывать этот урок Карине, Ребеке и Богдану Я еще долго буду вас вспоминать И в молитвах своих Я вообще буду скучать за вами Потому что я очень сильно вас полюбила Ну а теперь, пожалуй, я отвечу вам на ваш вопрос Что я буду делать без вас Да ничего Я вас просто не отпускаю Я в сентябре жду всех библийских школ Я просто не отпускаю Я просто не отпускаю Я просто не отпускаю ПЕСНЯ 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 Когда весной нам солнце светит и все проснется ото сна, то каждый тут из нас заметит, как мамы сеют семена. Тут им достатка будет места. Теперь мы будем ждать плода. А в нашей церкви мы – расточки. И Бог нас тоже рассадил в различные сосуды. Впрочем, все места Он определил. Но пересадку тоже нужно здесь совершать хоть иногда. Поэтому сегодня дружно мы и собрались здесь, друзья. ПЕСНЯ Три этих выросших расточка. Сегодня примем мы в наш круг. Мы постеснимся здесь немножко. Хотим вас всех назвать наш друг. Пусть никогда нас не разлучат обида злая и вражда. Пусть Иисус нас всех научит друг другу выступать всегда. ПЕСНЯ 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 Перед вами трудная дорога, ждут вас испытания и труд. Берегите, дети, веру в Бога, берегите сердце чистоту. Враг лукавый хочет ваши души обмануть, увлечь и погубить. Только тем, кто Бога будет слушать, враг вреда не сможет причинить. Помните, как мама вас учила в самых первых детских ваших лет, что в молитве только ваша сила, что без Бога в мире счастья нет. Берегите, дети, веру в Бога, как подарок самый дорогой. С ней пройдете трудные дороги, а на небе ждет вас всех покой. ПЕСНЯ 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 В русской школе учили, не забудьте это, друзья. Библия — это источник света, и погаснет он никогда. А ведь Бог — это тоже свет, Он с собой освещает планету. Только жаль, что так часто мы не живем по Его завету. И Христос хранит свет, и этот свет преподарен людям, и он светит чуть-чуть отвернет, и никогда мы Его не забудем. Слово Иисуса не забудьте, а меня светом будь. И мы очень хотим, чтобы в жизни этот свет вы другим показали, чтобы через вас еще многие люди о Спасителе мира узнали. Слово Иисуса не забудьте, и мы будем за вас молиться. Лиса, и тогда будет жизнь успеет. Мы — свет мира. Тогда светит. Надо светит. Надо светит. Теперь. Чтобы не увидели ваши долгие дела. И прославили вашего Отца. Иисус сказал, «Я свет мира тот, кто идет за Мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свою жизнь». Последствия своего отечества в doubles про Belt masuk. Понял,imbлаешь wahr! Иисуса в белом небе! Я летен в белом небе! Меня нет. не заботьтесь ни о чем, но всегда молитвы, пренесения, отравения, открывать это ваше желание Богу. Возлюби, Господи Бога Твоего, всем сердцем Твоим, жили душою Твоим и всем радостным Твоим. Возлюби, Господи Бога Твоего, всем сердцем Твоего, мы делаем, как день людей угол. С Иисусом, с Иисусом, мы будем ласковым светом, Иисусом, с Иисусом, мы будем ласковым светом. Иисусом, с Иисусом, мы будем ласковым светом. Иисусом, с Иисусом, мы будем ласковым светом. 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 Так быстро время мчится, летят за часом час. Мы тоже шли учиться, когда-то в первый класс. Иисус, учения нами выполнят спана. Нам помогали маме с зари и до темна. Но жизнь, как прежде, мчится, и детство не вернешь. Мы будем вновь учиться, уже как молодежь. Но главное, что с нами всегда везде Христос. Сложные задачи всем людям задает. Желаем вам удачи. Смелей идти вперед. И в пользу рядом были родители и Бог. Нас так выводят в людей среди земли дорог. Прилежно посещайте воскресные школы класс. И больше познавайте, как любит Бог всех нас. Субтитры делал DimaTorzok 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 Marshall can also be trusted with much and whoever is dishonest with very little will always be dishonest with much. So, basically, you should be trustworthy and not dishonest. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Мы были очень хороши с вами, и я надеюсь, что вы тоже были хороши с вами, как у нас. И что вы всегда были очень хороши. Я всегда люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Меня застали в Ростов, но даже не готовясь, я могу сказать, что мои студенты самые лучшие студенты. Я хочу особенно поблагодарить, или поехать к Ариену Сахуштанику, по-самому все это время, потому что у них хватило терпения, доучиться до конца. Я благодарю за все уроки, которые я получила. Я вас очень сильно люблю, благодарю вас за те, которые вы ко мне показывали, за то, что научили меня быть настоящими учительами. Вы – это мой первый опыт. Я благодарю вас за то, что после вас я буду знать, как учить детей, чтобы учить их до конца. Я благодарю Карину за то, что она всегда имела этот веселый дух и за то, что она всегда могла в классе поднять настроение и изменить обстановку всегда в лучшем. Я благодарю тебя, моя дорогая девочка, что ты была внимательна ко всем ученикам, особенно к тем, которые нуждались с помощью. И когда вас было больше, может быть, кого-то я не замечала, работая с кем-то индивидуально, но ты замечала. Я благодарю тебя за это и желаю тебе, чтобы ты дальше в жизни была внимательна, видела, замечала людей, видела их внук, чтобы твой этот радостный был, чтобы он никогда не покричал за тебя. Ребекка, девочка моя, я тебя также благодарю за то, что ты была всегда открытой, за то, что ты не стесналась, за то, что ты спрашивала, за твои стремления. Я знаю, как тебе было трудно, за то, что она нароска языка. Я благодарю тебя за то, что ты дошла до конца, за то, что ты не сдалась. И за то, что ты никогда не говорила, я не смогу. Но ты верила, что у тебя получится. Особенно благодарю твоих родителей, за то, что они помогали вместе с тобой, учили с тобой уроки. Благодарю Господа за то, что у меня были вы послушные дети. И благодарю Бога за ваши родители, которые обращали вас в том, что школа – это главное для вас сейчас в жизни, и что вам это нужно будет. Я благодарю Бога за все эти годы у партнерсии вместе с тобой. И никогда не пожалею о том, что вы в этой классике есть. Я в отличной степени и желаю, чтобы дальше вы оставались такими же, какие вы есть. Наши милые друзья, Но уж время наступило, и прощаться нам пора. Старше стали, к молодежи перейдете вы сейчас. Мы от сердца вас попросим, не сводите с Бога глаз. С вас пример хотим мы взять, как Иисусу подражать. Там вы тоже светом будете, и о нас не позабудете. Ищите прежде Царство Божие И правду, и правду, и правду, и правду, и правду. Все остальное приложится вам, Аллилуйя, Аллилуйя. Ищите прежде Царство Божие, Иваны Емой. Все остальное приложит Сама, Аллилуйя, Аллилуйя. Ищите прежде Царство Божие, Иваны Емой. Все остальное приложится Вам, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы были вместе, мы были дружны, теперь со школы расстаться нужно. Прекрасно было то время вместе, Господь хранил нас на всяком месте. Зовет нас юность, зовет нас юность, пойти с ней вместе, мы ждать Господня на новом месте. И вот пришел час расставания, друзья, мы скажем всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Диму Субтитры создавал DimaTorzok Борьба за душу продолжается, но выбор будет за тобой всегда. Вы наши дети, сыновья и дочери, вы наша сокровенная мечта, быть вместе в чудном Божьем Царстве. Об этом умоляем мы Христа, свой путь сверяйте с Божьим Словом, живите в вере и любви, Служите Господу и в новом мире разрадуемся вместе мы и вы. Мы хотим сказать спасибо Наташе, Руфе, Славику, он Наташа сюда посылал, за все, что вы учили наших деток, принимали участие в воспитании их. Спасибо вам за все. Субтитры создавал DimaTorzok Учитель, труд твой кропотливый, с каким трудом еще сравнишь? Ты словно сеятель на ниве, бесценный урожай растишь. Ты в детях сеешь Слово Божье, ведешь в обители Отца, что может быть еще дороже, чем их спасенные сердца. Спасибо вам за труд ваш славный, хоть он порой и незамечен, для нас он в церкви самый главный. Мы верим, он не будет тщетен. Желаем вам в России в призвании всегда по воле Божьей жить, Детей к молитве покаяния своим примером приводить. Мы пожелать хотим спасения для ваших близких и родных. Спасение сея в наших детях, его пожнете вы в своих. А сейчас, конечно, мы от школы хотим поблагодарить всех работников, всех учителей, помощников, которые принимали участие в нашей школе. Но прежде всего я хочу, чтобы Карина, она немножко забыла вначале, а ведь тетя Наташа была их учителем 10 лет или больше 10 лет, но были еще и другие учителя, да? Пожалуйста, назови, и вы можете подарить ему розы. У нас была Анжела, она была помощник, была и Руфа, и Галочка, и Маша, и Алина, и Лена, и Тетя Наташа. Спасибо за все. Я постараюсь вспомнить. Значит, у нас были Луиза, Игорь, работали в самой меньшей группе, мы вам сердечно благодарны за это. Потом у нас была Анжела и Оля, тоже работали. Потом Аллочка у нас была, Люда и Дина, Маша и Юля, Ина и Джессика. По-моему, это все. Помогайте, если я кого-то забыла. Не стесняйтесь сказать, что я вас забыла. А, Кристина еще у нас в начале года, вот видите, забыла. Люди тоже, люди цветок забыли дать. Я Люду говорила. Большая вам благодарность, и пусть Господь вас благословит и воздаст вам вас сто крат за ваше время, за ваш труд и за ваше усердие. А где наши выпускники? А ну, пожалуйста, на место садитесь. Как прилежные дети. Я очень благодарен, братья сестры, что в нашей церкви существует библейская школа. И это очень, знаете, тяжелый, кропотливый труд, который, знаете, добровольно у нас проводится в церкви, и мы благодарны за это. Мы благодарны за директора, за учителей, которые сегодня, знаете, занимаются с детьми нашими. И они учат их, наставляют их. Это очень прекрасно. Знаете, вот наши выпускники, пожалуйста, Ребекка, Карина и Богданчик. Знаете, они, когда-то они были маленькие, знаете, начинали ходить в эту школу. Я помню, когда были первые, знаете, когда мы приводили детей с раннего возраста. По-моему, они, кажется, и выросли в церкви, братья сестры. Потому что они с первых дней здесь, и они, знаете, здесь как дома, им так приятно и хорошо. Ну, я хочу сказать, вы хотите быть счастливыми? А хотите быть мудрыми? Да, знаете, знаете, Слово Божие говорит в очень важном месте. Апостол Павел говорит своему Тимофею, брату, знаете, юноше, еще молодому человеку, он говорит, притом ты с детства знаешь священные писания, которые могут умудрить, что? Тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Вот оно, в чем смысл жизни. Я хочу, чтобы вы полюбили Слово Божие. Как вы знаете, как вам преподавали учителя, как они говорили его с раннего возраста, чтобы Слово это, которое в вас сцеляется, чтобы оно, знаете, было вашей мудростью, живя на этой земле. Потому что он говорит, что это Слово, которое Тимофей знал с детства. Представляете, вы знаете Слово Божие с детства. Я хочу, чтобы вы не останавливались, сказали, что школа закончилась, уже все. Нет, я хочу, чтобы вы учились еще больше и больше. У Тимофея были хорошие учителя. У него была бабушка Лаида, знаете, и мама Евника, которые учили. Я так думаю, что они учили его Писанию, чтобы это Писание, оно потом научало его и привело его к вере. Это очень важный момент в вашей жизни. Слово Божие, оно дает силу и благословение. И кто-то, может быть, думает, что учить детей, может быть, по сказкам, ну там, или колобок, или что-нибудь еще. Это может быть хороший путь. Но история говорит, знаете, церкви история говорит, что самое лучшее для детей это чтение Библии. И оно приводит детей в два раза быстрее и колоссальнее изучение, знаете, изучение чтения. То есть они учатся читать намного быстрее по Библии, потому что это слово, оно как молоко матери впитывается, знаете, с раннего возраста. Я благодарен Богу за то, что вы познали слово. Я хочу, чтобы вы возрастали в слове, чтобы вы, будучи, став уже молодежью, чтобы вы посещали служение и были всегда с молодежью. Потому что мы живем, знаете, очень сложное время. Перед этим апостол Павел говорит, что злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. То есть мы видим, что зло, оно всегда царит. И в то время царило, и сейчас царит. Но мы должны, знаете, мы знаем, где у нас путь добра. И знаем, что источник добра это наш Господь Иисус Христос. Я благодарен за то, что вы были послушными в школе. Что вы так полюбили тетю Наташу. Я помню, знаете, когда еще учился в школе для головы, как в песне поется, знаете, есть школа для головы. Я помню, что нам говорили учителя, знаете, очень такие слова, казалось, что в то время трогательно. У вас все впереди, у вас вот столько счастья, столько добра. Но знаете, а добро без Бога этого нет. Счастья без Бога, а его нету. Потому что сплошная жизнь тяжелая. Потому что везде враг, он везде наступает. Но знаете, мы благодарны, что вы познали Господа. Что вы учились в школе, где, знаете, все для души. И я думаю, что это очень прекрасный момент. И знаете, когда вы сегодня хоть выпускаетесь, я знаю, что ваше место, опять оно должно быть в школе. Оно должно быть в школе уже, знаете, как помощниками. А может быть позже и как учителями в этой библейской школе. Я думаю, что у вас школа, она уже что, породнила. И я хочу, чтобы вы и шли вперед, и учили вот таких маленьких деток. Посмотрите, я благодарен, что вы уже начинаете это делать. Вы знаете, уже привыкать к этому. И пусть Господь вас благословит. Благословит, как добрых, добрых учителей в нашей библейской школе. Да благословит вас Господь. Благословит тебя, Ребекка. Благословит тебя, Карина. Благословит тебя, Богдан. С Богом это счастье. Без Бога нету счастья. Аминь. Ну что, ребятки, все? А кто знает? Ну уже шапочки одели, красивые такие. Все, хватит? Или дальше? Дальше? А куда дальше? А как дальше? Интересно, апостол Павел, посланник филиппийцам, он говорит, что «Я не считаю себя достигшим». Когда мы думаем, да, когда мы вдумываемся в эти слова. Апостол Павел, человек, который получил наивысшее образование того времени, богословское, он имел лучшую школу, он имел большой опыт, и тем не менее, говорит, я не считаю себя достигшим. А дальше он говорит интересные слова «Я стремлюсь к цели вышнего звания во Христе Иисусе». Какова я ваша цель? Мое пожелание сегодня для вас, чтобы вы не боялись ставить высокие цели. Чтобы вы не боялись. Многие люди не знают, а я не знаю, чем заняться, а я не знаю, что делать. Ставьте цели. Павел говорит «Для меня, я ставлю для себя самую высшую цель во Христе Иисусе». Но что такое цель? Как она достигается? Старанием, правильно. Чем больше цель, тем больше ответственности. Проблема нашего времени, проблема многих людей нашего времени, они бы хотели достичь, они бы хотели занимать положение, но они не хотят ответственности. Пусть кто-то другой. Я как-то. Так вот, не бойтесь, не бойтесь принимать на себя ответственность. Вы имели уже экспириенс, вы имели небольшой опыт для того, чтобы подготовить экзамен и сдать тете Наташе тест. Что нужно? Поулыбаться? А, молиться. Да нет, нужно сесть и позаниматься, правда же? Если не учил, молись, не молись, знание в голову не придет. А вот когда помолился и сел и хорошо позанимался, вот тогда никакой тест не страшен, правда же? Так вот, путь. Интересно, как-то у Иоганна Баха, вы знаете, кто такой Иоганн Бах? Бах. Знаете, да? Это композитор, который жил давно-давно-давно, еще в 1600-х годах, но его музыка до сих пор звучит, его музыка до сих пор считается непревзойденной. Мало того, он считается непревзойденным органистом. Он действительно настолько виртуазно, он настолько хорошо играл и вдохновенно играл на органе, что люди, вот те свидетельства, которые дошли до нас, люди просто-напросто замирали. Когда слушали, когда смотрели, как он играет, люди просто приходили в такой восторг, в такой вот, они замирали. Однажды у него спросили, а как у тебя так получается? Что нужно делать, вот чтобы так играть? Он просто сказал, я был очень прилежным и много занимался. Если вы будете поступать так же, вы достигнете того же. Дорогие мои, ставьте цели высокие и стремитесь к нему. Достигайте, принимайте на себя ответственность. Это благословит вас за сквозь. Ну а сейчас молитва над выпускниками. Молитва благословения. Вы желаете помолиться? Есть микрофон. Господи, спасибо тебе за все, за то, что ты с нами, за то, что ты нас любишь. Я тебя люблю. Спасибо тебе за то, что ты нам дал быть здесь, на этом месте, вот это время. Господи, спасибо тебе за то, что ты нам дал доучиться этот лечебный год и что мы выпускники. Спасибо тебе за все. Дай нам дальше стараться и трудиться за тебя, чтобы всем рассказывать про тебя и чтобы мы всегда тебя любили и никогда не отклонялись от тебя. Мы тебя любим. Слава тебе за все. Спасибо тебе за то, что ты нас обيدно благословляешь. Мы тебя любим. А теперь все Слава. Аминь. Аминь. Да, Господь, года мы и сегодня вы té собрали, Неприе Господь. Говоришь, что мы сегодня благодарим, Господь, ты согласен Господь, чтобы наши цели высокие ставили, Господь, чтобы мы не боялись, Господь. Ты согласен Господь, Господь, чтобы мы не боялись это делать, чтобы мы были смелы, Господь. Славься. Аминь. Дорогой Господь Божий мой, спасибо за субтитры сегодня, что мы заугадывали все очень хорошо. Спасибо, что мы вместе здесь были, прославили, что мы всегда были с тобой, и что мы, Слово Тебя, всегда были с нами в будущем. И все было хорошо. Спасибо за субтитры. Аминь. Аминь. Любящий Господь, поблагодарный Тебе за Богдана, Карину, Ребекку. Господь, они так молоды. Господь, мы просим милости для них и Твоей защиты и охраны. Господь, пусть Твоё благословение подчеркнет на них, Господь, чтобы они следовали за Тобою, чтобы их ничто не сломило с пути, и те уроки, которые они получили в библейской школе, чтобы у них приходилось всегда на память. И когда будет им, может быть, тяжело и трудно, Господь, Ты не оставляй. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы благодарны Тебе, наш Создатель, за то, что Ты наш Бог, за то, что Ты наш Отец любящий. Мы благодарны Тебе за детей наших, которых Ты даровал нам, Богдана, Карину, Ребекку. Господь, мы благодарны Тебе, что они прошли этот первый начальный этап их познания Тебя в библейской школе. Господь, мы вверяем их в Твои руки и просим Тебя, чтобы дальше Ты их повел. Господь, мы просим Тебя, чтобы они были решительны, чтобы они не боялись принимать ответственность на себя, чтобы они были Твоими детьми, чтобы они были служителями там, где они не находили, чтобы Твой свет был виден через них. Господь, чтобы они были теми сосудами в чести, готовыми для всякого дела на всяком месте. Мы просим милости у Тебя и благословения во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Вас Господь. Этот день в историю войдет, и мы Вас сердечно поздравляем. Из этих стен Вас, как птенцов, жизнь большую ныне отпускаем. Раньше Вы были ученики, тесты на уроках Вы сдавали, а теперь Вы все выпускники и немножечко, конечно же, устали. Этот день особым будет днем, никогда его Вы не забудьте. Помните, мы Божью весть несем, и Вы сами светом в мире будьте. В этот день желаю Вам, друзья, самого прекрасного на свете. И хочу признаться, знаю я, Вы лучшие студенты на планете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, конечно, как вам сказали, это не конец. Это всего лишь только начало. И сейчас мы, как учителя воскресной школы, тоже хотим сделать такую передачу эстафеты. Мы, конечно, будем еще с вами, мы будем вам помогать, но мы также хотим, чтобы вы продолжали свои начинания в работе в воскресной школе, чтобы этот огонь у вас всегда горел, и чтобы вы до конца остались верными Господу. Священный огонь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы — свет для мира. Вы должны сиять и свет дарить любому человеку и каждый день свою свечу держать, чтобы освещать собою всю планету. Вы — свет для мира. В этом смысл ваш и в этом слове Господа учение. Свечи для всех везде и каждый час. Вот наша цель и наше назначение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Любящий Господь Благослови Мы также просим благословения на предстоящую и летнюю библейскую школу чтобы и в этом Ты благословил их Благослови Господь всех учителей которые это делает дело Господь Благослови Твоим благословениям Ты пошли все необходимое для их жизни и благочестия Мы просим во имя Иисуса Христа Мы благодарны Господь за церковь которая молилась всех этих детях Господь За школу Господь Мы проносим Тебе за все славу Благослови нашу поместную церковь чтобы она возрастала в познании сеттого имя Твоего Господь чтобы между нами была любовь мир и радость Мы просим милости и благословения Благослови Господь предстоящие все служения которые будут Господь чтобы во всем прославился Ты Бог наш И благослови Господь это остаток это времени Господь когда дети будут кушать сладости благослови их и храни во всем прослався наш Бог и да будет имя Твое благословено Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.